так прошлом видео нам объявили войну значит сараниды и свады я конечно не надеяться на такое счастье я конечно хотел воевать и саранидами и свадами просто не надеяться я думал ну что кому-то может может даже нордам ироглег объявит войну на самом деле нам объявили войну сараниды и свады но я так понимаю что конечно свады объявили войну потому что у них понятно что они претендуют на шарис по моему ли еще на что-то там они претендуют сараниды они хотят значит вернуть захваченные территории до состояние войны с королевством нордам мусор ниды саранидские султана состояние войны с великой княже саранидский объявляет войну чтобы вернуть утраченную территорию бои начались не столько давно война еще только разгорается значит и посмотрим значит великое княжество вегиров состояние войны саранидский султанат и состояние войны с королевство сваде королевство сваде объявляет войну чтобы вернуть утраченную территорию бои начались не столь но это скорее всего из-за замка эсмирала душа не там захватывали несколько раз значит это самое замки значит теперь претендует на замок эсмирала боярин милио ривотех боярин хавель замок без леска да ну я так думаю что надо двигаться вперед где-то искать каких-то тут я видел дошвала посмотрим где тут этот дошвал дошвалится вот пожалуйста ну а за которым едет бернадут только тяжелые всадники поэтому мы наверно все таки подождем ну ама не хотелось бы конечно чтобы бернадут вступал поэтому мы как-то так вот отъедем не но они конкретно все за много не туда не надо их как-то разбить не хочу я боеваясь двумя их 300 человек у меня 145 зачем мне это надо а ну бернадут нет они чешут короче конкретно граби деревни ну вот он вам уже не присоединиться к битве на доту и вот мы подкрепление сдебайн присоединяется к битве на стороне врага но это наверное какая-то где-то ошибка в скриптах собственно говоря никакого присоединения никакого подкрепления не будет но все-таки надпись появляется и это я не знаю почему надо бы это самое выяснять у производителя что там почему наверно как-то исправит в следующей версии да у нас выхода у вас нет сдавайтесь или умрете как собаки мы будем страшаться до конца у него 162 на 145 понятно почему такой наглый посадим верху он их стрелков мы тоже посадим верхом и все тяжелые стрелки у нас наверно пока что будут тут держать позицию держать позицию ну я наверно ж пока что поеду на лошади буду это сам а потом когда появится их нет вот понятно вот это конечно это присуще всем модам шоу всадник который сближается начинает пытается тыкать капрем и это конечно нехорошо потому что это сам я возьму меч у не меча свою секиру и буду начать эту приходу убивать секиры болеть кто это нет и я убил не тамара пытается его наколоть на свой шпиць ничего не получается давай тома давай 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 вот там ну зараза на таким можно стена курс улучшил он побольше но это естественно и топор подлиннее да все надо убивать сейчас забьют пора наверное свиснуть свою волну что я сделаю вон она моя дорогая скачет куда ты его скакаешь? жизнь у меня не очень много и поэтому я попробую конечно но при первой же опасности я буду ретироваться блин среди деревьев буду просто сам вот вот да я потеряю нам нужна гвардия без гвардии круче с водами тяжести слишком больших потери несет убивает удалову накопить не так просто и надо воспитать так сказать нанять уж какой-нибудь таверни воспитатели на братья захоронников караванов сделать насмотрщиков потом гуглов за задницей моей лошади и ляпай там чем-то себе нам получить распишись не забуду расписаться а а а Продолжение следует... Да, мы, короче, побеждаем этого сауна. Верно, да. Непонятно, болельщики, каким они не были хорошие. Плохая, плохая приход. Это не нордой со своими топорилами там. Все, мы победили. Убита 16 людоловов. Убитца ранецкий дезертирный. Такое дело. С водистки тяжелые пехотинцы. Ранено 98 человек. Атаковать противника там у него... Один солдат какой-то стал за самоубийцем. Он не убегает. Он стоит насмерть. Ну все. Тяжелый садник. Ударом. Продолжить. Бернадус сбежал. Ну и слава богу, не хотим мы с ним возиться. Мы возьмем тяжелых межников, метких арбалетчиков. Всех этих ребяток мы продадим. У нас доступ к вещам. У нас есть здесь три доспеха с нагрудником. Рыцарский боевой конь. Рыцарский боевой конь. Это прекрасно. Это просто прекрасно. Большой двухручник. Значит, я смотрю, как разбогатели эти самые свады, пока не воевали ни с кем от полиакциями. Да. Ну все остальное это, короче, уже так на продажу. Поэтому мы его просто так соберем. 19 из 20 вещей. И мы можем дать. Значит, кому? Моли. Где наша Моли? Моли, Моли, Моли. Вот она Моли. Как говорится Моли. О ваших навыках Моли. И в ней, значит, 17 интеллекта. И мы ей даем. Угу. Держание. Поиск пути. И зоркость. И. Одноручное. А то его вооружение. И снаряжение. Моли. И мы ей дадим. Дадим. Рыцарского. Коня. Угу. Теперь у нас уже у всех есть. У Ханы. У Катарины. У Саманты. И у Моли. Дядя Тамара у нас. Повысилась. И мы поговорим, любимая. Расскажи мне о своих навыках. Навыков у ней. Будет 10 силы. Мы ей дадим. И он ей будет, значит. Мощный удар. Дадим ей древкового. Древкового. Она больше двух. Древкового, конечно. Ну и двуручного добавим. Так. Продолжим путь. 10 силы. Когда у них будет 11. Мы ей дадим. Рыцарскую броню. И. Значит. Дасон. Дасон. Поговорим с тобой. Дасон. На твое вооружение. И на твое имущество. Твое имущество Дасона. Угу. Здесь мы, значит. Вот так. Это. Другим людям мы отдадим. Кавалерийское копье. Что бы тут Дасона забрать такое. Что не надо. Вот это. Заберем. Я не знаю. Вот эти вот. Уже шлема. Эти. Боевые перчатки. Тоже. Они так не особо нужны. Будем потихоньку их продавать. Все. Больше здесь, наверное, мы ничего брать не будем. Ведра эти большие. Шлемы нам не нужны. Назад не важно. Значит. Эти. Лошадей мы отдаем Жасусу. Твое имущество Жасус. Ну здесь есть 54. Вот это. Наверное. Все таки эти шлема мы будем продавать. Перчатки. Вот эти. Они уже сейчас, наверное, не нужны. Будут. Да. Назад. Неважно. И. У нас. Мечи все у амбры. Я не знаю. Зачем я их собираю. Ну пусть пока буду. пусть будут ладно неважно готово и мы едем шарис продавать барахло тут караван есть сейчас мы с караваном поторгуем караван караван хочу с тобой торговать караван торговать не очень хотел но мы с ним договорились так все 3 800 нам дал караван за это барахло и мы едем шарис где продадим значит водийских пленных в таверне продадим идем таверну не из плены хочу продать свой диски тяжелых всадников судейских тяжелых пехотинцев мечников и арбалетчиков все готово кто там у нас стоит у нас по-моему там стоит норский лучник они северные наемники не нужны нам северные наемники так на рыночную площадь торгуются оружием мы здесь уже торговали это оружие нам известно мы его видели лошадьми тоже мы все видели до свидания уходим и будем значит сейчас воевать но вам что у нас с отрядом отряд 128 человек 118 мы возьмем какую-нибудь конницу какая-нибудь конница это будет кто-нибудь типа вот у нас есть тут тельт у нас вообще хорошо прокачалась у нас есть здесь карахиргиты не знаю насколько нам нужны карахиргиты иконы иконы и воины сестер меча наверно мы возьмем так что у нас тут с людоловами с нашими отдадим ну можем взять вот этих наверно вот ребяточек брегена кашиктена свадийских тяжелых всадников а то уйдем и значит поговорим свадийский тяжелый всадник поговорим да он соглашается быть наемником и мы их поднимаем сюда чуть-чуть выше людолов так ну и марган короче у нас тоже обязательно согласиться кашиктены тоже нет почему-то соглашаются я не понимаю почему соглашаются вообще-то наемникам больше платят этих всех ребяток мы поднимем сюда повыше под людолов виски конных наемников и сестер меча туда же и конных наемников туда же и тяжелых всадников туда же наемных всадников туда же но все остальные такие ребята которые да балласт в общем то как бы сказать так ну вот и все и мы значит где-то там будем искать этого ну а модел там о он пытается грабить хабу тут девил появился все беги но он беги он беги не хочу езжу поселяне вступали в битву поэтому мы сейчас снова мараз приятно видеть я знаю где приятно меня любить тебя 29 со мной отношения значит плюс 29 я тебя значит отогнала деревню в которой отношения со мной минус 29 дважды не повторяю меру ну ам сдавайтесь или умрете хорошо но он соглашается или сдаться или умереть и мы короче посылали верхом конных стрелков тоже сверху и тяжелые стрелки наверно все таки будут следовать за мной мне еще не полная жизнь поэтому мы будем так вот продвигаться вот наверно на тот холм на котором растут эти красивые деревья там такие там мы выставим где-то свою узнать своих тяжелых этих самых стрелков которые будут отстреливать отстреливать вот здесь где-то поставим значит тяжелые стрелки удержать позицию буквально подъехал вплотную и поцеловал дотронуться до меня пальцем скотина позор какой позор отлично за это расплатился смирить его мы ломка нет так давайте-ка ребятки переходите сюда здесь наверно будет держать позицию в общем я не понимаю мама короче слабенькая совсем слабенький отряд хотя не оглушили хану и ждут удалову эти слабачки ух ты вот он мне дал ага такой наглый подъехал к ней ему думать а сейчас я на у меня на тебе свои дубины смотри какой крученый верченый как поросячьих волос сколько я убью уже третий раз и он все еще еще он все еще смотри как вот этой войны у них конечно серьезные ребята ничего не скажешь вооружены хорошо защищены хорошо 295 а так иди сюда здесь держать позицию уже кого-то потерялись тяжелых стрельков даже вот здесь будет держать позицию уже кого-то из тяжелых стрельков потеряли да я короче рискнул с лошади взять в руки секиру и повоюю немножко сараницкая пехота вот они их не лучники тоже и неплохие лучники слабых слабых этих самых слабых практик здесь нет сараницкий метки лучник меня ранил перестриливается с моими девками ну приехали решатели где мы мы победили ну ама и ну ам кстати нам нанес наверно больше это самое убить свадийский наемник один конный наемник вигельский конный наемник ранен леди тамара опять ранена я не могу конечно это самое делать таких вещей как вот я же говорю что так арабский скакун я не знаю нужен ли он или нет ну я могу конечно и сейчас ей дать какой-то арбалет лук там поставить ее вместе с лучниками или даже я не знаю как то там ну бы снизить риск для нее дело в том что она мне надо чтоб она быстро прокачалась так 39 вещей отряд софия переходит у нас так софия поговорим софией о твоих навыках софия и мы будем давать им все таки силу силу чтобы они наносили урона больше да готова не важно надо им по большей силы так о своих навыках Даниэль 17 сил у Даниэля и мы им дадим одноручная и древковая и что там у нас еще у Даниэля можно ему дать ну у него 23 уровень в принципе можно дать обучение будем давать так стандартный набор всего по два перевязка ран а то не важно ну ам сильно покоцал нашу армию да и повысился пент будем давать им 28 харизмы 28 29 харизмы мы ему добавим сначала полностью прокачаем харизму лидерство десятка уже содержание пленных ну что нам харизма ну содержание пленных да и все остальное ну пока что так и значит древковая двухручная одноручная стрельба из лука стрельбу из лука добавим в общем не особо важно сейчас на данном этапе это не особо важно едем в шариз и в плен попало их немного но это потому что впереди все таки спаунились у нас наемники так в таверну пленных хочу продать воины мамилюки меткие лучники и тяжелые арбалетчики готова и мы посмотрим это все тоже северный наемник все на рыночную площадь торгую с доспехами все четыре тридцать четыре доспехи не очень продадим вот это вот все вот это вот торгуются доспехами получим 3600 посмотрим на оружие ну то оружие то же самое все вернуться и будем управлять гарнизоном машу нас тут гарнизон то в общем не чем тут управлять все у нас пока что хорошо уходим немножко полечиться надо отряду я думаю полечиться по пути так первые два отряда мы разбили до война у нас идет пока что нормально и значит продолжение будет следующем видео да а пока все